Страна отметила 78-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Карачаево-Черкесии наиболее массовые мероприятия прошли в региональной столице. Артур Мкце продолжит тему. Вечный огонь на Аллее Славов в Черкесске традиционно стал отправной точкой торжественных мероприятий в честь Великого праздника. Спустя 78 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, отдать дань памяти погибшим в боях за родину бойцам, пришли к мемориалу представители руководства республики, политических, общественных и ветеранских организаций. В течение всего дня по городу можно было увидеть людей, желавших поделиться с окружающими своими эмоциями от значимого события. Мой папа тоже является ветераном войны. Когда ему было 19 лет, он ушёл на войну. Ушёл, воевал, был ранен, был госпитализирован, долго лежал в госпитале, вернулся, командовал ротой, вернулся живым. Меня этот праздник вдохновляет на то, что все мои дяди воевали, сделали эту нашу победу, для того, чтобы мы достойно несли его. Дедушка Айбазов Магомед Геннадукаевич принимал непосредственно участие и погиб на фронте в 1942 году. Пропал без вести. Скажу честно, бытует мнение, что не надо отмечать этот праздник, зачем это всё нужно и для кого. А кто, если не мы, будут передавать эту память людей, которые сражались за нашу родину. Митинг на Центральной площади Черкеска, посвящённый одновременно героической и трагической главе в истории Отечества, открыл руководитель республики Рашид Тимрезов, который отметил, насколько ценным был вклад каждого человека в общую победу и почему необходимо сохранить память о подвигах предков. Уважаемые земляки, наша общая задача, задача каждого гражданина России – хранить память о великом историческом пути нашей Родины, о всех пройденных трудностях, всех победах и достижениях, что очень важно для будущего нашего государства, для будущего последующих поколений. Спасибо вам, уважаемые ветераны, дорогие наши старшие. Мы гордимся вами и с достоинством следуем вашему примеру. В этот день перед участниками торжественного мероприятия также выступили те, кто отстаивает интересы Отечества в настоящее время или планирует это делать в будущем. После чего по площади прошествовали парадные расчеты военных, образовательных и патриотических коллективов, служб экстренного реагирования и казаков. Мой дедушка является участником Великой Отечественной войны. Мы очень чтим этот праздник и помним, детям пытаемся передавать, чтобы дети не забывали, какой ценой мы сегодня живем под мирным небом, какой ценой мы заслужили это великое счастье. Великий праздник. Вот сегодня вся страна чествует победителей. И это должно передаваться из поколения в поколение. Берегите мир, берегите прелесть жизни, соединяйтесь с дружбой, человек с человеком, невзирая ни на что. Жизнь дорога, Родина еще дороже. Желаю молодым людям благополучия, счастья, чистого прекрасного неба. В День Победы в разных микрорайонах Черкеска можно было услышать мелодии фронтовых лет и знаменитые песни, навеянные великим прошлым нашей страны. Так пришедшие в амфитеатр парка «Зеленый остров» люди с удовольствием подпевали артистам. А во время одной из композиций весь зал встал, отдавая дань уважения как исполнителю, так и героям, которым посвящена песня. Артур Мхцера, Солбердиев, Мухаммед Ашибоков. Вести. Карачаево-Черкесия.